Мир вам, святые добрые Божьи люди! Вы, может, где-то смутились от этого приветствия? Не смущайтесь, братья и сестры, ведь это так же и есть, правда? Мы много чему смущаемся. Мы смущаемся перед неизвестным, мы смущаемся перед непонятным, настоящим, перед загадочным будущим. Мы смущаемся перед приветствиями, мы смущаемся перед другими делами. Господь говорит, не смущайтесь, веруйте, веруйте в Господа. Я хочу предложить для нашего размышления, братья и сестры, сегодня один отрывок из 2-го послания фессалоникийцам. 2-я глава, с 1-го по 6-й стих. 2-я фессалоникийцам, 2-я глава, с 1-го стиха будем читать. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа, о нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Мы продолжаем рассуждать над посланиями фессалоникийцам. И я хочу сказать, немножко такой историчный фон сюда добавить, что церковь Фессалоники, или по-другому можно сказать, настоящий в современное время, это город Салоники, который находится в Греции в настоящее время. Этот город в настоящее время считается вторым по количеству людей, живущих в нем в Греции, то есть большой город. В то время, когда апостол Павел писал свое послание, там была церковь, была хорошая церковь, в которую апостол Павел вместе с Силуаном и с Тимофеем пишут эти послания. Первое с фессалоникийцам и второе с фессалоникийцам. Вообще считается, что первое с фессалоникийцам апостол Павел написал одним из самых первым, или можно сказать, даже самое первое послание из всех его написанных посланий. Оно было написано где-то в 52-53 годах после Рождества Христового. И, как мы помним, в том послании, которое мы раньше рассматривали, изучали, апостол Павел учил, говорил, как готовиться к последнему времени, в каком порядке будет воскресение мертвых и восхищение церкви. И вот перед нами второе послание. Второе послание к фессалоникийцам, вторая глава. Мы уже рассматриваем вторую главу. И хочется сказать, что эти два послания, они похожи между собой, но также и отличаются. Есть много различий. Считается, что второе послание к фессалоникийцам, которое мы изучаем сегодня, апостол Павел написал сразу же после того, как он написал свое первое. Даже говорят, что, может быть, разница не настолько большая, может быть, только несколько месяцев или даже несколько недель. После первого было написано второе послание к фессалоникийцам. Когда мы изучаем вот эту церковь, это послание, мы понимаем, что церковь в Фессалонике была примерной для всех святых. Церковь показывала собой пример веры и терпения для всех окружающих, особенно в обстоятельствах, которые они находились. Что же это были за обстоятельства? Это было время скорби, это время было гонений и притеснений на Церковь Иисуса Христа. Это было время правления императора Клавдия. В Деяниях, 18 глава, 1-2 стихе, в стихе мы находим такие слова, Лука говорит нам. «После сего Павел оставил Афин и пришел в Каринф, и найдя некоторого иудея имени Макилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и при скилу жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним». Когда мы исследуем, что писали историки, то я хочу отметить, что историк Свитоний того времени в своей книге «Жизни 12 Цезарей» он пишет так. «Иудеи, постоянно волнуя Христом, Клавдий изгнал из Рима». И мы понимаем, что это было время преследования, это время было большой империи. И эти преследования христиан, они были не одинаковы по всей империи, где больше, где меньше. Но все-таки историки отмечают, что в общем уровень страданий и гонений на церковь в это время все-таки был достаточно высок. Но если брать в сравнение уровень гонений, который был при Нероне или других позже императорах, то он был намного меньше, намного ниже. Нужно еще сказать, что в то время в империи не различали очень сильно, не было такого большого различия у людей между христианством и иудаизмом. Преследования в основном инициировались иудеями. И, конечно, среди иудеев было много влиятельных людей в империи, и поэтому вот эти преследования, вот эти гонения, они распространялись и на других людей, которые имели власть. В 1-м послании Фессалоникийцам 2 глава 14 стиха Павел пишет «Ибо вы, братья, сделались подражателями Церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают. И всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца». Для церкви Фессалониках на то время вот эти страдания, вот эти гонения, трудности, с которыми они столкнулись, были очень непонятны. Они обращались с этими вопросами к апостолам, они спрашивали, почему так? Они хотели радоваться во Христе, они хотели жить во Христе, и у них получалось, и они хотели это благословение, эту радость распространять другим, и вместо того, чтобы принимать, их гнали. И они вот задают вопрос апостолу Павлу, почему так? И апостол Павел много учит и объясняет, он даже пишет, что он некоторое время был там раньше и много учил и объяснял вот об этом последнем времени, а потом написал свое первое послание. И вот сейчас, незамедлительно после первого послания, он пишет второе послание. Почему? Потому что нашлись люди, которые от имени Павла начали учить и говорить не так, как учил Павел. Они использовали имя апостола, чтобы придать вес своему учению, и они начали говорить, что, мол, фессалоникийцы, вот видите, эти страдания, трудности, уже настал день Христов, день Господа. То есть, вы живете во время великой скорби. И апостол увидел, что учение очень сильно распространяется, и к тому же еще люди не просто словами говорили, они сказали, что, мол, где-то есть еще и послание от имени Павла, которое Павла не писал. Но они говорили, чтобы придать вес своему учению, и что, вот, мол, написано, и все это предсказано, и все это оговорено, и оно так и есть. И вот вы живете в день Христов, в день Господа, в день Господень. И апостол Павел пишет свое послание, чтобы прекратить, чтобы остановить, чтобы успокоить церковь в фессалониках и сказать, нет, не так. Я вам учил, я вас учил, я вам говорил, я вам писал. Это не так. И он хочет теперь уже разъяснить еще больше о том, как будут происходить эти последние события. Я хочу заметить, что апостол Павел не выделяет и не разъясняет по-новому, по-другому, как будет происходить восхищение церкви. Этому он уделяет внимание в первом своем послании. Но сейчас он пишет другое послание и немножко другой характер, немножко другой оттенок в этом послании мы видим. Хотя та же самая тема, главная тема, тема последнего времени очень ярко выделяется здесь. Но разница в том, что если в первом послании апостол Павел говорит нам об Иисусе Христе как о грядущем за церковью, то во втором своем послании мы видим Иисуса Христа как грядущего для мира. Если мы в первом послании с надеждой и верой смотрим в будущее, ожидая восхищения церкви, то во втором послании мы со страхом смотрим на события, которые будут после восхищения и радуемся обетованием Господа, что мы не будем оставлены на день гнева. Апостол Павел начинает свою вторую главу, так бы сказать, понимаю, что на то время, скорее всего, глав не было, не было разбито, но вот мы прочитали первый стих этой второй главы, и он начинается такими словами молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Братья и сестры, хочу немножко оступиться и сказать слава Богу за библейские пророчества, которые мы находим вот в Ветхом и Новом Завете. Эти пророчества дают нам величайшую надежду и ободрение. Библия говорит очень много о первом пришествии Господа Иисуса Христа, но нужно заметить, что о втором пришествии Иисуса Христа сказано в Библии еще больше. Один ученый подсчитал, что второе пришествие Христа упоминается в Ветхом Завете 1845 раз. В 17 из 39 книг Ветхого Завета говорится о втором пришествии. В 260 главах Нового Завета 318 упоминаний о втором пришествии Христа. В каждом одном стихе из каждых 30 стихов говорится о втором пришествии Иисуса Христа. 23 из 27 книг Нового Завета относятся к этому великому событию. На каждое одно пророчество в Библии о первом пришествии Христа приходится восемь пророчеств, ожидающих его второго пришествия. И это восторгает нас, это успокаивает нас, это убирает всякое смущение и недоверие и сомнение из наших сердец, потому что мы понимаем, насколько все то, что Господь сказал, предсказал через своих апостолов, сбылось относительно первого пришествия. Оно обязательно сбудется и относительно второго пришествия Иисуса Христа. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Наше собрание к Нему. Как оно будет? Мы понимаем и видим, что здесь в этом стихе, именно в первом стихе, незаконченная мысль. После приветствия, своего приветствия, которое в основном вот первая глава, Павел начинает говорить о событиях в будущем и вот делает такое вступление. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Мы понимаем, что центральная мысль – это пришествие Господа нашего. Вся жизнь людей, верующих людей, христиан, она вокруг этого момента, каждого христианина, каждый церковь ожидает пришествия Иисуса Христа и радуется Его приближению. Я уверен, что у каждого из нас в жизни, братья и сестры, был момент, когда мы находились где-то одни или оставались на какое-то время одни или приходили домой, и там никого не было. И вот такой возникал вопрос – а где же все? Может, было восхищение, а я остался? Я не знаю, может, это у меня такое было в детстве, но я очень сильно переживал, когда попадал в такие ситуации. И знаете, вызывает вот страх какой-то, а вдруг и в правду. Ты ожидал, но ты чего-то не добежал, и всех восхитили, всех Господь забрал, а ты тут остался. Братья и сестры, это к тому, что каждый христианин, каждый верующий, он ждет момента, когда Господь придет взять свои, когда Господь придет, чтобы состоялась эта встреча на облаках, когда мы будем восхищаться в встретении Господу на воздухе. Мы поем такой прекрасный псалом, он начинается так «Быть может, зарей, когда утро начнется, и солнечный луч сквозь туман и пробьется, придет Иисус в полноте Своей славы собрать от земли своих». И там четвертый куплет такой «Радость туда перейти без страданий, без боли, недуга, без мук, умирания, быть Господом в славу Его восхищенным, куда Он возьмет своих. Братья и сестры, какой прекрасный момент мы ожидаем! Это цель жизни нашей, это высшее блаженство – восхищаться навстречу своему Спасителю». Откуда мы об этом знаем? А мы знаем из первого послания фессалоникийцам, ведь апостол Павел там подробно описал, как все это будет происходить. Поэтому, друзья, несмотря на то, что говорят люди, несмотря на то, что и какие события вокруг нас происходят, продолжайте верить и ждать. Не смущайтесь, когда видите много сбывающихся признаков последнего времени, это говорит о том, что скоро будет восхищение, и Господь возьмет и преобразит живущих на земле, чтобы произошла эта встреча на облаках. Но еще есть вторая категория ожидающих встреч с Господом – это переход людей через долину смерти, как мы называем. Да, христианам до нас, и, может быть, нашим современникам, и, может быть, некоторым из нас придется перейти вечность через физическую смерть, через разруку с родными, иногда даже через непредсказуемые какие-то обстоятельства. Но Слово Божие нас не оставляет, оно и здесь утешает нас и говорит, блаженны мертвые, умирающие в Господе, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Опять, 1 Фессалоникийцам 4, 13. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорю вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Слава Богу, братья и сестры, у нас есть надежда, у нас есть упование, что будет восхищение живых, и даже больше тех, кто не дождется в физическом своем теле вот этого восхищения. Господь говорит, что мертвые во Христе воскреснут прежде, и будет эта встреча на облаках. Я хочу выделить и третью категорию – это переход через смерть, через страдания, через гонения за веру в Господа Иисуса Христа. Однажды Иисус так и сказал, «Гнали меня, будут гнать и вас. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Апостолы, первая церковь, они могли радоваться даже тогда, когда за Христа принимали унижения и побои. Они могли радоваться и торжествовать, и говорили, за Христа мы пострадали. Я понимаю, что не каждый способен на такое. Я понимаю, что не всех такой переход привлекает. Но дело в том, братья и сестры, что и не каждого Бог удостаивает пройти тем или другим путем. Но если Бог позволяет христианину, детяти своему, проходить той или другим путем, то Он обещает быть рядом. Он поддерживает. Он говорит, «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой». О, Бог верен. Он обязательно сдержит свое обещание. Насколько мы верны, насколько мы надеемся на Господа, насколько мы доверяемся Ему. Апостол пишет, молим вас, братья, о пришествии Господа и нашем собрании к Нему. Братья и сестры, давайте еще чуть-чуть порассуждаем. Если бы вы впервые услышали вот этот стих, если бы вам, не понимая контекста, вы услышали эти слова, о каком бы пришествии вы бы подумали? О первом пришествии в Ясли Вифлеема, о пришествии на облака, когда Иисус Христос или ноги Его не ступят на землю, или второе пришествие Иисуса Христа в силе и славе, когда Его ноги, написано, ступят на Лионскую гору. О каком пришествии идет речь? Конечно, когда мы рассуждаем в данном контексте, нас больше интересует вопрос второго пришествия Иисуса Христа, поскольку мы живем в последнее время. Но я хочу, чтобы мы еще раз вспомнили разницу между двумя пришествиями, так бы сказать, или по-другому богословы называют восхищением и явлением. Когда восхищение будет Иисус Христос, Он не придет на землю, Он встречать будет Своих на облаках, поэтому мы говорим как восхищение. Но другое явление на землю, когда Иисус Христос придет с силою, славою, Он придет на землю. Поэтому вот разница, небольшие сравнения, просто чтобы мы помнили. В восхищении Христос приходит в воздух, явление Он приходит на землю. В восхищении Он приходит за святыми, явление Он приходит со святыми. В восхищение. Восхищение – это тайна Ветхого Завета. Явление – это не тайна, много пророчеств Ветхого Завета. В восхищении не сказано, что предшествуют небесные знамения. Явления на землю возвестят знамения с неба. Восхищение – время благословения. Явление – особо подчеркивается время наказания и судов. Восхищение – произойдет во мгновение ока. Явление – свидетелями будут все живущие. Восхищение – события затронут церковь. Явление – в основном Израиль и языческие народы. Восхищение – Христос – светлая утренняя звезда. Явление – солнце правды и исцеления. Восхищение – нет указаний о времени, когда это будет. Явление – есть точные указания дней, месяцев и годов после определенных событий. Братья и сестры, мы различаем, мы видим и мы понимаем, что Господь здесь через апостола говорит, молим вас, братья, о пришествии Господа. Он говорит в общем о пришествии, что пришествие будет и делает некоторые акценты. О чем же он здесь говорит? О чем он делает акцент? Давайте еще раз обратимся к этим первым двум прочитанным нами стихах. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов. Понимаете, братья и сестры, здесь вот такая развязка, здесь такое объяснение. Апостол Павел всегда писал такими сложными произведениями. Есть некоторые послания, где 8-10 стихов, и это одно предложение. Здесь одно предложение охватывает два стиха. Но это та же самая тема, что и раньше. Тема последнего времени. Немного другой оттенок. Немного упоминания других событий. Нужно обратить внимание, что апостол писал, и он хотел донести о том, что будет и как это все будет. Вопрос пришествия Дня Господня или Дня Христова, как написано в синодальном переводе, волновал фессалоникийцев очень сильно, потому что они приняли Господа Иисуса Христа с радостью, а теперь они встречаются со скорбями, с трудностями. Это было непривычно для них. Этого они не ожидали. Они ожидали восхищения церкви, а пришли страдания и гонения. И кто-то нашелся с теорией, что в начале, вот они живут в начале Дня Господня, Дня Скорби. И нужно отметить, что День Господень – это не один какой-то определенный день из 365 дней в году. День Господень – это этап, это период, промежуток времени, в котором будут происходить суды и изливаться гнев Божий. Это время, как уже я сказал, называется временем великой скорби. Пророки описывали этот день. Например, пророк Исаия, пророк Сафония, пророк Агей и другие. Апостол Петр, как мы читаем в Деяниях 2 глава 20 стихом, приводит слова пророка Иоиля. И День Господень описывается так. «Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит День Господень великий и славный». Братья и сестры, прочитанные слова нами здесь говорят – не смущайтесь, не переживайте, вы не живете во время великой скорби. Павел пишет, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. По-другому он говорит – Господь обещает, что не оставит своих на великую скорбь. Он восхитит их, а на гонителей церкви, на преследователей и зальет великий свой гнев. В 1 главе сказано даже так – это праведно перед Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью. И Павел говорит – будет этот праведный суд, будет праведный гнев. Но, фессалоникийцы, это еще не то, что вы думаете. Это еще не то, чему вас учат, что, мол, уже наступает День Господень, День Христов. Это еще не то, это просто страдания, это просто испытания, которые нужно перенести, нужно пережить. Скорбь, гнев – это будет после восхищения. Вильям Макдональд пишет, Павел как будто говорит, на основании восхищения я призываю вас не бояться, что вы живете в День Господень. Ему будет пришествовать восхищение. Всю церковь, включая и вас, Бог заберет домой на небеса. И вы таким образом избегнете ужасов Дня Господня. Братья и сестры, да не смущается сердце наше, когда мы видим происходящее событие вокруг нас, когда происходит то, что доселе даже мир не знал. Я говорю о том же ковиде, войне, землетрясении. Нам нужно поднять наши головы. Нам нужно понимать, что избавление, спасение наше приближается. Скоро Господь придет взять своих. Господь Иисус Христос сказал, да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Веруйте в Бога и меня веруйте. В доме Отца моего обители много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда приду, возьму вас к себе, чтобы где я были и вы. Да не смущается сердце наше. Вместо этого, братья и сестры, проверим наши светильники, проверим наше состояние, состояние наших сердец. Ведь в этом же послании Фессалоникийской церкви Павел советует им и советует нам угождать Богу, преуспевать в этом, исполнять заповеди и волю Божию, хранить себя в чистоте и святости, быть братолюбивыми, жить тихо, делать дело своими руками, поступать гостеприимно перед внешними. Братья и сестры, в понимании и в ожидании восхищения и пришествия Господа, да поможет нам в этом Господь. Третья истина, которую хочу обратить наше внимание, братья и сестры, которые здесь апостол пишет, в этом отрывке мы находим, это тайна о том, что будет дальше, что будет, когда будет день Господний, начнется. Оказывается, что не только восхищение церкви предшествует дню Господнему. Третий стих говорит, день тот не придет, доколе не придет, прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели. Знаете, в наше время очень много людей говорят о том, что перед вознесением церкви в последнее время должно быть великое пробуждение. Но когда мы смотрим вокруг, когда мы смотрим на общество, на людей, которые нас окружают, мы замечаем наоборот, мы замечаем отступление, мы замечаем охлаждение в вере, мы понимаем и видим, что закрываются церкви даже в бывшей христианской Америке, и очень много закрывается. И это неудивительно, потому что мы живем в обществе, которое развращается не по днях, а по часах. Люди теряют веру, люди ленятся верить, людям невыгодно, непопулярно верить в наше время. Но, братья и сестры, я хочу сказать, что пока Дух Святой трудится в церкви и отдельно в каждом христианине, в той силе, как Он начал трудиться со дня Пятидесятницы, для Бога все возможно. Возможно и покаяние нации, и покаяние целых стран, возможны великие пробуждения. Вопрос, будут ли они или не будут, мы этого не знаем. Но Иисус Христос говорит, Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле. Мы понимаем, что когда будет восхищаться церковь, тогда и Дух Святой будет взят от земли. Он будет взят в той мере, в которую Он пришел в день Пятидесятницы, чтобы действовать в церкви, чтобы действовать в каждом человеке. После восхищения церкви откроется человек греха, и он начнет действовать. И это мы находим в этом прочитанном нами отрывке. В Писании много указаний, имен, кто это будет. Есть такие слова, например, Антихрист, по Данилу очень много имен. Это небольшой рог, царь наглый и искусный в коварстве, вождь, который придет, царь, поступающий по своему произволу, царь северный, царь южный, негодный пастух. Это Захария пишет, по откровению, зверь из моря, зверь из земли, багряный зверь, семью, головами и десятью рогами. Лжепророк. Пророк Иезекииль пишет, гоги земли магога. И Иисус Христос однажды сказал, обращаясь к фарисеям, что придет кто-то в свое имя и его примите. Братья и сестры, когда придет этот сын греха или сын погибели, он, написано, будет действовать по своему произволу, будет противиться Богу и всему святому. И, соответственно, люди будут поступать так, чтобы угождать ему. Данил говорит, что этот человек сядет в храме, выдавая себя за Бога. 11 глава, 36 стих из Данила написан так. И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого божества. И о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев. Ибо, что предупределено, то исполнится. Вот тогда и наступит день Господень, которого боялись фессалоникийцы. Братья и сестры, какие бы ни были страдания, какие бы ни были тяжелые испытания и непонятные, и необъяснимые для нас обстоятельства жизни, Господь говорил фессалоникийцам, Господь говорит и нам, не смущайтесь, не переставайте ждать и верить. Писание сбудется. Как написано, как сказано, все сбудется до маленькой точки или запятой. Христос сказал, небо и земля пройдут, но слова мои не придут. Братья и сестры, день человеческой жизни на земле приходит к концу. Иисус Христос сказал, мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Пока день благодати длится, пока Дух Святой трудится в церкви и в наших сердцах, будем готовиться ко встрече с нашим Господом. И да поможет нам Господь. Опять я хочу повториться перед тем, как мы склонимся для молитвы. Братья и сестры, мы ожидаем восхищения церкви. Мы не как фессалоникийцы, боялись, что они живут уже в наступлении дня Господня. Мы ожидаем восхищения церкви. Мы будем молиться, чтобы Господь всех нас взял к себе. Чтобы поднялись мы в облаках, пошли встретить Господу. И как написано, всегда с Господом будем. Да благословит Он нас и да поможет каждому из нас. Аминь. Помолимся. Спасибо.